так мы встретились минуту назад я про вас не знаю ничего только что два раза горели нынче соседи нас жгут и нас соседи же обвиняют у нас вот так туговато давайте давайте тогда все сначала откуда вы приехали минусинска минусинска вы сказали тут были были у вас у вас минусинские десятки профессиональных садоводов продают садницы плюс минусинская опытная станция я вам так скажу мне даром там не надо они все почему-то они больные все они по год-два и пропадают давайте так если вы яблонях то это бич все 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 минусинская котловина не только у вас в абакане в шушенске все нагорске это если вы про яблони и там и яблони и груши пропадают но груши пропадают стояла она вот год водоносила в том году нынче все почернело и пропало вот скажите вот вы у меня покупали книгу вы хотя бы уже знаете как садить как что нельзя с секатором подходить знаете об этом или вы не почти это не то слово вывоз как почему должна была груша погибнуть у меня ни одна не погибает яблони было ваши взяли груши посадили мы у меня здесь все прижилось и все живет нормально ничего я не делаю я участвую не зараженные а у нас опытное поле они наверное семечек уже болячка так у вас взяли мы груши яблони абрикосы мы взяли что-то еще брали и все живо скажите а если скажут что вы засланные казачки я вас подговорил мы еще раз приедем мы еще приедем мы действительно казаки Ну, не за что, да? Не за что, да? Так, значит, давайте идем так. О-о-о, дайте я пожму руку. Знаете почему? Для меня слово казак святое. Меня прадед, пра-пра-прадед, атаманная тяга. Мне дед говорил, и заставляли учиться в польских школах украинцев. Ну, это там, украинская Польша или... Ну, это на западе там. Да, это самое. Я там родился. Вот, и говорит нас, украинцев говорили, мы ненавидим вашего казака на тягу. А у меня дед на тяга, прадед на тяга, пра-прадед на тяга. И когда вы сказали, что вы тоже казак, я вам пожал руку с удовольствием, с огромным. Вот, потому что казак, казака висит издалека. Так, вот это вот подарите тем, кого упомянули. Кто-то еще будет? У нас еще будет. У нас племянник тоже сказал, у меня сейчас это, закажет к вам деревья, потом возьмет. Может, на следующий год приедет. Нынче он что-то не будет. Это сейчас, как вроде бы, разведка боем. Все, пошли тогда угощаться. Я, это... Вы меня так подняли настроение. Ведь все началось с меня. Сергей уже, как сказать, мой последователь. И не подвел. Вот, смотрите. Вот я посадил, видите? Вот он холм. На второй год, смотрите, приросты. Вот ее я, у внучки. Вот же, на горочке. Вот, видишь, на горочке. Как я тебе говорила, когда взяли дачу, взяли, Миша, сади на горочке. Вот ты знаешь, когда со школьной скамени в голову вбили, очень тяжело выбить. А у нас учитель биологии была. Она нас учила. Я это запомнила, что все на горочке должно быть. Вот, а вы видите, не с меня началось. Значит, были же тогда люди. Так сколько лет? Мне уже 70. Я тогда в школе-то училась. Ну, а почему тогда во всех книгах эта яма, которая... Яма, яма, яма. Которая заставляет... Она биолог, имя была. Она вообще, я не знаю, научила прививать нас деревья. Все научила делать. Корневая шейка отгнивает. До свидания. Еще сил есть зацвести. И все. И пропала. Ой-ой-ой, оказывается, были люди в наше время. А потом, что там, мозги свихнулись. Во всех книгах яма. Во всех статьях яма. Мы учились в городе, в третьей школе, в Минусинске. И вот там у нас был пришкольный сад. Во! Там такие деревья она выращивала. Она такое там выращивала. Все. Орвите. Это груша. Это память Якулева. Это память Якулева. Угощайтесь. Плодушка до зимы зарасти. Она должна упасть сама. Но это в идеале. Но кушать-то хочется, рвите. Ну и какая? Ладно, идем дальше. Еще недельку-две. Еще недельку-две. Это память Якулева. Это осенний сорт. А вот это вот, сейчас Сергей приедет и будет собирать. Это тот самый подвой. Семечки выращивают. Потом прививают на нее вот эту же грушу, что вы едите. А это кто? А это не может быть. А, в данном случае вы подняли гнилую мелбу. Вот. А я думал, вы показываете на черешню. Настоящая черешня в Сибири. Да? Вот. Брянская розовая. Вот. А это мелочь? Это мелочь, это дикая уссурийская груша, которую кушать невозможно. Но зато без которой невозможно сладкие вырастить. То, что у вас в руках. На ее прививать надо. Да, на ее прививать. Идемте, я вас угощать буду. А я же у вас заказал грушу уссурийскую. А вы что, не на это вас боже, вы же потом плеваться будете. Или у вас в руках, сейчас привить ее потом? Нет, я думал, она не хорошая. А, думать надо. Надо советоваться. Я каждого гостя почти встречаю. Ну, правда, в надежде продать книгу. Как советоваться? Да, 100 с лишним километров. А книги для чего? Смотрите на эту красоту. Красота какая. Так. Вы знаете, как сделаем? Вот это поспелее. Идите сюда. Вот это дерево. Они у меня на исходе. Потому что я с них взял с каждой, в общем случае, сотни веток на прививку. Видите, как изувечил. И она уже еще год-два-три умрет. Смотрите. Вот сюда. Специально для вас. Она вон нападала, не трясите. Вот они. Вон ее сколько. Берите, берите, берите. Миша, а вот у нас, которая пропала. Это сувенир Востока. Вот такая же была крупная. А у нас что получилось? Вот этот пожар, все, снег, вода. И начало стаивать. И залили. И залили. Она в ямке была. И она залила, и пропала. Вот она, ямка и есть. Так, угощайтесь, и вы тоже. Давайте сейчас это. Да. Это редкий случай, когда можно угоститься, а не отравлено. Представляете? Ни одного опрыскивания, клянусь Богом, за всю жизнь. Смотрите, ее тля жрет, а я не опрыскиваю. Это я уже с вами говорю, как с коллегами, как с садоводом. А я заметил у себя, тля ест, ее не трогаю. Она потом, видать, твердая, не по зубам, и тля уходит. Или вздыхает. У меня тля ест только сливы, вот эти, круглоголовые. Это называется линклоды. Вот они. Так, вот эти. Она может на занявание у нас другое. Но вредит? Да, вредит. Но не до такой степени, чтобы я с нее не взял черенки. А это значит, что вы едите, не было ни капли, ни миллиграмма, ни миллилитра яда. Да. Понимаете, в чем разница-то? А у нас вся страна умирает. Так что мы будем продлять людям жизнь. Такие красивые мероприятия. А отказаться от отравы. Вся страна завозит миллионы тонн отравленных фруктов. О, правильно. И овощей. Магазины-полки ломятся от этого яда. В деревнях своих ни одного нет. На целой деревне нет ни одного яблочка, ни одной груши, ни одной сливы. Я уж не говорю про абрикосы. А заходишь в сельский магазин, завал отравы. А рынки? Туда страшно. Я смотрю на рынках. Каз везет там. Такое гигантское количество отравы с Азии, да? Вот. Почему они нет? И вроде никто не покупает. И там эти тонны. Ну, выкиньте. Ну, что, получше не найдем. Идемте мелбой угощаться. Вот это вот жигулевская. Ну, в данном случае она еще твердая, как камень. Вот это жигулевская. Вот мы ее брали, она у нас пропала. Но она позднеспелая. Позднеспелая. Идемте сюда. Не пропала, она стоит у нас. Нет, это, а у нас стоит эта. Вот жигулевская, видишь, какая-нибудь. Да, и то такая. А у нас там другое. А, ну, значит, это не жигулевская у вас. Пробуйте мелбу. Вот самая последняя. Сейчас тряхну. Вы уже почти последняя, смотрите. Вот она. Вон они, парочка упала. Вот те. Ну, эту можете. Я хочу, чтобы... А, нет, нет, это уже не ваше. Это уже подгнило. Вот возьмите ту, и вон та упала. Вот вторая. А это какая-то другая? А нет, это тоже мелба. Тоже? Да. А это я оставляю. Это мои друзья едят. Вот. А слушай, вот это... Тогда у нас там другая. Мы покупали саженцы, продавали на рынке и сказали, что... Ну, отсюда. А, это у них это. Молба у нас света сдохла. Почему? Потому что она в ямке сидела. Ее ямка один день замерзла, вторая замерзла. В общем, и дерево замерзло. Так, вам надо переходить в разряд учителей. Вот. Эти почему-то ученые не учат. Почему-то по телевизору не хоть бы один выступил и сказал, хоть бы один. Ну, я доктор наук. Я кандидат наук. Рядом Минусинская, Шушинская станция, Абаканская, в конце концов. Я туда даже забыл дорогу. И хоть бы один по телевизору научил людей, чтобы не губили их тысячами, миллионами. У меня книга ваша лежит на столе. Постоянно. Я тут в одноклассниках написала. Ой, не есть ли гнилые, возьмите хорошие. А я видела. Написала в одноклассниках. Хотите купить саженцы, покупайте вот там-то, там-то, вот того-то. Ага, только знаете, что делают эти торгаши? Значит, я уже действую в Минусинске. Селекционная, это, якобы, так, без вранья. Правда, он не селекционный, селекционный сад Железова. Значит, фрукты продают, якобы, эти, узбеки, якобы с хозяйства Железовского. А саженцы, вы же, наверное, знаете уже, возле Абакана продают. Железякина. Я с этим встречался. Так, идемте. С этими чурками. Идемте. Они берут пектарников, им продают. Ну, чурками нельзя называть, среди них очень много порядочных людей. Мы порядочными не будем. И я таких знаю. Вот. Просто знаете, как бывает, или умерешь голоду, или подсудишь то, чего умрет у этих, в Сибири. У них выхода нет. Я все себя... Так, вы почему не собрали? Ну-ка, быстренько, вон они. Вон они, смотрите. Это я натряс. Для вас. Я все себя ругаю. Думаю, столько я десятков. Загубил деревьев. В этих ямках. Если б только вы. Так, здесь у нас таких много. Так. И почему-то запало раз, и ямка, ямка. Я вот тут, за корочки, в прошлом году у вас брал, ну, в этом усаду. Я на горочки найди посадил. Они у них сразу выплеснулись больше метра. На горочки. Я вам показал на том участке, что такое на горочке. Два метра на второй, на третий год прироста. Вот, я говорю, вот этот круг сделайте, ямочку. Корни туда придут, и туда поливайте. Только не под дерево. Ну, что сказать. Вы уже можете по телевизору выступать и учить других. Сложного тут ничего нет, просто некому, некому. Ученые это, или не знают, или все равно, что рядом это. Сотни тысяч только в Сибири, только в нашей Носинской котловине покупают сотни тысяч саженцев на верную смерть. Мы что, богаче становимся? Ведь каждый из нас потратил, каждый из вас, из нас. Все, наверное. Десятки тысяч, самое малое. И я их губил. Мы, у нас дача 80, ой, сколько, 45 лет дачи. И вот мы сколько деревьев так же загубили, столько мы саженцев покупали. Да 45 лет тогда, я представляю. Садишь, садишь, ждешь, а он возьмет и помер. У нас на рябине груша росла, привитая. На дичке привито 3-4 сорта яблока. Ой, какие молодцы, на грушу. На рябине. Так, мы сейчас с вами расстанемся. Ну, тут это дерево одинаковое. Давайте вот беседки ждите их. Расстанемся. У меня немножко проблемы с сердцем. Вот, я сейчас пойду туда лягу. Мне только, знаете, что хочу сказать. Если еще приедете, или кто-то от вас приедет, хорошо, когда... Вот сейчас я принципиально не навязываю. Есть немножко непривитых персиков. Они у вас могут жить в окружной форме. Сейчас покажу. Вот, так. Непривитых персиков. Ну, на третий год все равно заплодоносят. Плоды практически неотличимы от привитых. Так. И смотрите сюда. Вот я начинаю готовить к зиме. Все-таки фильм-то учебный. Видите? Я их на несколько минут прижал вот этими концы. И они уже даже не выпрямляются. Легко их укрыть? Легко. Легко. Дальше можно и не говорить. Раз. Значит, это... Мои дамы, отдельно от Сергея, вырастили непривитые. Если кто-то от вас приедет, пусть скажет, а мы еще... А не сейчас, в районе 1 октября. Можно, а не без горшков. Вот сейчас Сергей в горшках вам продаст, так? И у вас стопроцентная приживаемость. А без горшков надо уже через месяц. И пусть ваши, кто приедет там от вас, или кто вот фильм видит, да? Пусть скажет, а мы хотим непривитые, но подешевле. Все. Кажется, кажется, я сдаю смену. Приехали. Ага. Все, ладно, давайте пока. Дайте пожму руку настоящему казаку, полковнику. Ой. Вот, еще раз говорю. Мы еще раз приедем. Мы одной крови. Наши предки, а казаки настоящие. Еще раз приедем. Вот и хорошо. Напомните про это, что у меня есть персики для вас. Ага. Сейчас нельзя, надо в горшках. Все, я выключаю. Спасибо, вы мне помогли. Вот, прошу я вам... А почему мы помогли? Вы мне помогли снять фильм. Вот. Потому что мы поговорили и как надо, и как не надо. Это очень важно. А это я не знаю, что такое. Вон они, вон они, вон они. Вон они. Так, по-моему, Сергей уже без вас. Кому-то что-то продает. А, вот почему. А этот... Да, все, я заканчиваю. Ну давайте, заканчивай, и я пойду. Все. Так, все... А, кстати, ну как не показать вот это вот? Королевский... Нет. Что там, Сережа? Нет, это Дар Небес. Персик Хасанский. Сейчас я закончу съемку и вас сфотографирую с ними. Так. Почему Хасанский сделал?